Играй, Кирюшкина, гармон Здравствуйте, в эфире программа «Городские встречи». Сегодня формат нашей программы будет самым настоящим, соответствующим названием. Мы сегодня встречаем у нас в студии представителей клуба «Играй Кирюшкина, гармонь». Это Евгений Жаворонков и, собственно, Сергей Кирюшкин. Здравствуйте, дорогие гости. Здравствуйте. Рады видеть вас. И прекрасная вот красавица на коленях у Сергея сидит. Друзья, расскажите, пожалуйста, о создании вашего клуба. С чего вы начинали, к чему вы сейчас пришли? Наш клуб организовался в октябре 2013 года. Мы с Сергеем это все организовали и собрали любителей гармонии, любителей русской народной песни. Такие люди есть у нас, им это нравится. И такой коллектив у нас сейчас около 15 человек. Мы ежемесячно выступаем на сценах города Рязани. Объездили всю Рязанскую область. Объездили. Были и в Михайлове, и в Александрневском, и в Ряжске, и в Скопене, и в Милославке. В общем, всю Рязанскую область объездили. Были и в Тульской области, и в Тамбове выступали у Заволокиных «Играй гармонь» в Тамбове. Сергей, мы вошли в финальную группу от Рязани. Показывали по Первому каналу. То есть у нас уже как бы есть постоянные наши слушатели, зрители, которые звонят, перезвонят. Можно сказать, даже поклонники. Да, поклонники. И вот звонят, когда будет следующий концерт, когда будет там это. В общем, как бы нашли мы себя. Я, например, работаю генеральным директором в колор-сервисе. И, казалось бы, мы занимаемся ремонтом автомобилей. Кузовной ремонт, покраску. Но вот это дело для меня всей моей жизни. Душевно. Где-то с пяти лет я пою. Сейчас начал писать стихи. Написал более десяти песен для «Играй гармонь». В том числе вот нашей «Играй Кирюшкина гармонь». Так что людям эти песни нравятся. У нас помимо рязанских еще много приезжих. Участников коллектива, да? Да, участников. Приезжают в Московскую, с Москвы, из Тамбова. Так что вот так расширяем круг. Какие еще инструменты у вас присутствуют? У вас ложки, балалайки. То есть у вас народное качество. Да, баян. Да. Пляска. Песни разнообразные. Не стоим на месте. Ждем. Вы пользуетесь ими возможностями. Так, ну в ближайшее время у вас планируется некое мероприятие важное. Да, да. Мы вот приглашаем всех наших жителей города Рязани, гостей. 5 мая в 18 часов во дворце молодежи, бывший дворец нефтяников, на наш заключительный концерт вот этого сезона. Уже летом у нас не будет таких концертов. А сейчас он будет у нас заключительный. И потом уже новый сезон начнется в сентябре месяце. А почему лето такой вот нерабочий сезон? Ну, это тут здесь больше связано с тем, что народ, в основном наш народ, все... Вы разъезжаете на дачу. На дачу, да. На дачу, да. То есть досуг ищут в холодные сезоны. Их как-то вот нельзя так собрать. Вот. Ну, они ждут этого, когда закончится этот сезон. Мы даже вот тут песню написали такую. С нетерпением. С нетерпением, да. Что вот закончится лето, и опять начнутся наши концерты. Ну, у вас коллектив как таковой стал существовать с 13-го года, да? Да, мы вот так сплотились вокруг Сергея. И подбираем молодежь. Сейчас у нас уже и девушки, и парни с музыкального колледжа, с института культуры к нам тоже присоединяются. Молодежь подтягивается. И нас это радует, потому что, да, молодежи тоже... Вот 20 там лет, 25 лет такие люди, значит, которым тоже это творчество нравится, и они с удовольствием выступают. То есть это и танцы, и голоса, и инструменты, соответственно. То есть все вкупе. Наши исполнители такие, ну, профессионалы, виртуозы. И вот один такой Николай Казов завоевал, значит, на конкурсе первый приз автомобиль «Калину». Вот можете представить? Не могу даже представить. Из 300 человек, выступающих вот в этом конкурсе... Федеральный, конкурс федеральный, да? Да, он был, да, со всех областей. И он занял первое место. Вот он у нас в нашем коллективе. И там заслушаешься его... Бриллиант отхватили на «Калине». У нас таких несколько человек, которые... Призерный. Профессионалы просто. Вот они на всех этих фестивалях заволокенных выступают и занимают там призовые места. В нашем коллективе генерал полиции города Москвы всегда приезжает вот с Москвы на наши концерты. И его принимают очень горячо тут. Так что интересные люди, с ними интересно общаться. И вот в коллективе в таком. Ну, как бы мы нашли для себя вот такую отдушину. И дарим свои таланты, будем так говорить, народу. Программа обновляется у вас? Да, программа обновляется. Мы пишем... Даже вот я пишу новые песни. Я, например, в конкурсе городском. Я подарю тебе романс. Занял первое место. Говорят в первой степени. В четвертый раз. Так что вот такие у нас еще есть. Евгений, у вас там традиционные уже награды. Сыпятся просто. Четвертый ход подряд. Сергей, к вам вопрос. Мне до записи Евгений сказал, сообщил, что вы левша. Да, уникальный гармонист с левой рабочей рукой. Соответственно, у вас перевернутая гармонь. Как вы к этому пришли? Пришел с детства. В детстве просто отец тоже играл. И взял гармошку. Правая рабочая. Так-то я правша. Вот, поэтому растягивать легче меха. И научился левой рукой играть на голосах. Вот так вот с детства. Удобно все? Уже привычно, да? Очень удобно. Кстати говоря, не знаю, почему все остальные играют правой. Ничего не понимают. В современной гармонии. Вы, вот поточнее, со скольких лет начали заниматься? И тоже, может быть, награды какие-то получали уже? Тоже расскажите. Лет с четырех я на гармошке играю. Ну, с мамочкой. То есть, нигде не учился. От образования я хореограф. Закончил Шацкое училище культуры. Там получил президентский грант, президентскую премию в поддержке талантливой молодежи. Дальше тоже участвовал во многих конкурсах. И всероссийских, и межрегиональных. И занимал первые места. Вот у вас именно к народному творчеству такая тяга была изначально, да? Вы никуда больше не смотрели? Больше никуда. В другие направления. Вам вот это нравилось? Танцы, песни, игра на гармонии. Потому что родители тоже творческие. Мама худрук всю жизнь. Работа худруком в клубе, в сельском. И вроде бы с малолетства всегда с ней. Интересно. Да. Интересно, здорово. Он сейчас заканчивает институт культуры Сергеевич. Вот если не секрет, Сергей, вам сколько лет? Мне 26. Вот никогда не поздно, да? Да, конечно. Друзья, ну я, наверное, попрошу, чтобы уж окончательно поддержать статус нашего сегодняшнего выпуска городских встреч, музыкального, да? Попрошу вас исполнить ваши, наверное, самые любимые, самые яркие композиции. До скорой встречи, до скорой встречи. Спасибо вам за то, что к нам пришли. Концерт закончен, но этот добрый вечер останется признанием любви. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok